Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату, приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей овец гесарской породы, а также аборигенных среднезиатских овчарок, в Таджикистане их называют саги Дахмарда, саги Чупуни или саги Тоджики, и он на горизонте, один из них приближается в нашу сторону. Мы как раз приехали в Атару к Шодмону, он из селения Сурдион и тоже один из родственников Годжибубо Мирзу Карима, Мирзу Рахимова, основателя, как говорится, здесь, в селении Сурдион, движения гесароводов. Он долгие годы проработал в совхозе Рои-Ленин или колхоз Рои-Ленин. Это был гесароводческий колхоз, и селение Сурдион знаменито своими гесароводами, один из них это Шодмон, и как раз он пригласил нас к себе на стоянку в окрестностях Шуамбары. Это такой санаторий, вот он как раз Шодмон вместе со своей собачкой. Это один из прошлогодних щенков, уже повзрослевший пес, мощный, красивый. Вообще в Атаре у Шодмона где-то 8 собак. Ну все они сейчас, как говорится, здесь солнце светит, разлеглись в разных местах, и одна там сопровождает Атару. Вот, и отправились мы вместе с Шодмоном посмотреть, где же овцы, чтобы их найти. А овцы ходили на водопой как раз, и мы встретили их недалеко, в километре от стоянки. И как раз здесь имеется возможность их посмотреть в движении, а потом уже мы вам подробно их тоже покажем. Хотя здесь тоже, вот вдалеке, вот еще видите собак. Это собаки Идибоя, тоже из селения Сурдион, тоже знаменитый гесаровод. Вот, еще мы расскажем о его собаках и о нем самом в следующем репортаже. А здесь вот, это очередной пес из Атары Шодмона. Ну и, конечно же, его великолепные овцы, которые поднимаются по склону. А это собаки из, как говорится, Атары Идибоя. Они провожают Атару и предупреждают, чтобы на их территорию не заходили. И вы еще увидите тот же момент, когда они напали и на нас сначала, а потом уже и на собаку. Но это уже попозже будет, не в этом репортаже, в следующем репортаже. А здесь, пожалуйста, вашему вниманию гесарские чистейшие овцы. Великолепно они отстояли в этом году на пастбищах. Набрали хороший вес, тучные все. Здесь вы увидите и Дагаров, и Ярочек, и Овцематок, и Кучкаров. Кучкары, правда, уже исхудали. Они, как говорится, в процессе случки теряют очень много веса. Ну, мы подробно снимали и показывали вот это все сейчас. Так что вы можете посмотреть и, как говорится, сделать свои выводы по тому, как отстояла атара Шудмона в горах, и как набрали вес овцы. Мы постоянно следим и держим руку на пульсе этой атаре, потому что мы уже много раз говорили и не устанем повторять, что мы за чистейшее, как говорится, разведение гесаров без всевозможных примесей. А именно этих традиций придерживаются ребята из селения Сурдион. И мы гордимся, что вот мы с ними знакомы, и что они, как говорится, проявляют к нам свое доброе отношение, приглашают нас к себе в атары, чтобы показать свои достижения в то, чего они добились, каких успехов. И, конечно же, вот вы видите, что собачки их верные, которые противостоят и медведю. В этом году было несколько нападений, и эти собаки вполне успешно противостояли. Вот на дальнем плане это Гульмурот, он Дахмарда, то есть Чубан в этой атаре тоже. Он тоже из этого же селения. Долгое время проходил он в атарах тоже. И Ходжинаима, по-моему, был, или Ходжи, я точно не помню. Но он, как говорится, не первый год в этой отрасли и знает ее от и до. Как раз на нем, на его попечении находятся сейчас овцы. А мы с Шадмоном приехали проведать. Благо, что это недалеко. Буквально Шадмон приехал на мотоцикле, а мы приехали на машине своей. И хорошо, что есть машина, которая может пробраться в такие места. Ну и мы видим, что собаки неизменные спутники. Атары всегда находятся рядом. А мы вот так вот установили камеру, что подробно можно посмотреть всех овец со всех ракурсов. И, конечно же, мы овцам немножко докучаем тем, что пытаемся их снимать. А им бы постись и постись. Но уже после водопоя овцы сейчас потихонечку продвигаются в сторону стоянки. А там уже лягут. И поэтому там уже снимать их не получится. Но у нас есть еще много кадров впереди. Так что вы и любители именно чистых гесаров, а не метисов и неоткормочных животных, могут увидеть, каких результатов добился Шадмон и его чубаны Дахмарда за этот сезон. И я думаю, что результаты впечатляющие. Хорошие качества овец, все овцы. Посмотрите, ни одного пятнышка, ни одного кривого или косого, ни одного с неправильной головой или с неправильным курдюком. Все как под копирку сделаны. Ну, правильно ведется бонетировка, отбор, отсев. Выбраковка идет очень сильная. И, конечно же, вы увидите здесь догаров, которые почти уже ростом. Догар – это ягненок, которым исполнилось. То есть баранчик, имеется в виду самец. Вот эти догары, они ростом уже со своих матерей. Вот, и мы видим, вот ярочки идут, которые неподстрижены. Тоже такие же, очень все упитанные. Вот идет кучкар, он идет. Ну, видите, что исхудал, конечно же. Тем не менее. Вот кучкар у него из отары Абдурахмона. Вот этот, который запрыгивает, это чори, то есть, получается, старше трех лет. И второй, который там тоже на заднем плане. И рядом овцематка идет, рядом хорошая, очень красивая, остатная. Ну, кучкары здесь, конечно, старинуются. Вот они собрались здесь, кучкуются, устраивают между собой что-то наподобие сумо. Они не сталкиваются здесь лбами, но друг друга шеями отталкивают. И здесь идет борьба за правом, как говорится, передать свои гены будущим поколениям гесарских овец. Мощные кучкары, очень хорошие. И вот шотмон как раз подгоняет. А вот идет тоже, это уже догарчик, по-моему, такой. Нет, это щищак, вот, поравнялся, который тоже стремится. Щищак, это который не достиг возраста еще двух лет. От года до двух. Ну, полтора года, кто-то говорит. Вот, как только у щищака, то есть вот, как говорится, становится три зуба, эй, четыре зуба, все, он уже переходит в разряд чури. Вот он, еще один мощный кучкар идет. Вы видите тоже. Ну, а тара, конечно, впечатляющая. Вот эти вот бараны-производители мощные, красивые, правильные. И самое главное, что они соответствуют всем стандартам гесарской породы. И могли бы служить эталоном в любой хрестоматии или в любом учебнике по гесароводству. То есть вот вышел в Таджикистане атлас гесарских овец, и там также наши фотографии присутствуют. Так что в Таджикистане работа научная тоже ведется, и ученые этим вопросом, как говорится, озадачены тоже. Но они не озадачены моментами там прилития каких-то чужих кровей, а озадачены моментами, чтобы выявлять пороки, выявлять несоответствия. Ну, вот есть какие-то экспериментальные атары, где все это, как говорится, скрупулезно изучается. Так что есть над чем работать. А в Таджикистане, тем не менее, и частники, то есть частные хозяйства, вот такие как Шадмона, Абдурахмона, Ахлидина, Аюба. И вот поймали вот догарчик. Посмотрите, вот этого года баранчик. Вот он, самец. Посмотрите, какой крупный. Очень классный. Из шала из него вырастет большой кучкар. Но это все, что оставили, это оставили уже для себя, для ремонтного, как говорится, поголовья. Вот такой вот догар. Посмотрите, ему еще где-то он родился в марте. Вот такой вот ягненок. Замечательный. Классный. И таких здесь очень много. Здесь и ярочки. Здесь, как говорится, вот ярочка пошла. Здесь и пири яркие есть, и матки. Ну, старых овцематок уже всех собрали и на продажу уже поставили. Остались только то, что вот для себя сохранили. Ну, тем не менее, телефонный мы Шадмона ставим. Так что можете с ним связаться, если хотите. И, как говорится, может быть, у него еще что-то есть в загашниках каких-то. То, что на продажу он может выставить. Ну, а так, вот посмотрите. Это идеальная отара. Если так вот судить. Абсолютно, как говорится, идентичный друг к другу. Как мы уже много раз говорили, как будто отлиты из одной формы. Из одного металла все сделано. Вот такие вот великолепные гесарские овцы у нас пасутся в Таджикистане. Буквально далеко ехать не надо. Сейчас они находятся прямо возле Душамбе. А через некоторое время, в начале ноября, они двинутся уже в сторону Шагритуса. На границу Афганистана и Узбекистана. Там будут вот три страны, где соединяются. Там эти овцы, вайваджи, будут находиться. И вот еще один догарчик, смотрите. Вот он ножку тянет, я не знаю почему. Вот еще один догар, вон сзади вот этот вот идет тоже догарчик. А это уже кучкар. И, конечно же, ярочки идут и овцематочки. Очень все красиво выглядит. Специально, подробненько вот так вот снимали, одну за другой. То есть овцы мимо нас проходили. И мы это все запечатлели на, как говорится, не кинопленку уже, а на, как говорится, электронный носитель. Так что, вот посмотрите, какая рыжая идет, очень овцематка замечательная, бомбическая, как многие любят выражаться в нынешние дни. И поэтому у вас есть возможность почти все поголовье овец Шадмона просмотреть буквально покадрово. То есть в каждом кадре вы увидите новую овцу. И это все происходит, как говорится, в плавном режиме. Потому что овцы идут неторопливо. Они уже подходят на свою стоянку, где будут отдыхать, где им предназначено время до того, как спадет, как говорится, полуденный зной. А все равно, несмотря на то, что это мы снимали в октябре, 8 октября в частности, но, тем не менее, солнце все еще палит, и чувствуется жара. Утром, конечно же, холодно, так, относительно, но днем уже жарко. И поэтому, как говорится, сейчас овцы прилягут, и до того времени, как спадет жара, они будут отдыхать. А потом отдвинуться снова, постись. Ну и, конечно же, кучкары все равно продолжают свою деятельность, осеменяют тех овцематок, которые, по их мнению, еще не осемнены. Вот. Козы также двигаются вместе с овцами. И, конечно же, все это великолепие. Вот вы можете вместе с нами наблюдать. Прежде всего, дело, а потом и потехе час, так что и потехе час настанет. Вот один барашек, вы видите, вот с белыми ножками. Это оставляется как раз для того, чтобы ночью было видно овец. Вот один барашек, как говорится, с пятнышками есть. А других я здесь не встретил, не видел. Ну, может быть, кто-то дотошный какой-нибудь, как говорится, зритель, может быть, и найдет что-нибудь. Всякое бывает. То, что, как говорится, мимо наш прошло, может быть, вы обратите внимание на какие-то. Но я вот, например, по экстерьеру ни одного замечания среди этих овец не вижу. Все как на подбор. Одна была вот ярочка, я видел ее, она немножко, у нее было побольше шерсти, длинношерстность. Вот, но ее мы, как говорится, благополучно съели. Вот, не это, не это, она не попадает в кадр. Может быть, если попадет, я вам ее покажу. Ну, она обязательно, конечно, попадет в кадр, потому что на дальнейших, как говорится, кадрах вы увидите, как мы ее благополучно употребили на обед. Потому что ребята из селения Саудион, когда приезжаешь к ним в Атару, не отпустят тебя, пока ты с ними вместе не отведаешь мясо свежего гисарского баранчика. Потому что такой деликатес именно пастбищного ягненка можно отведать только в Атаре. А вот она, вот видите, вон там вот как раз эта ярочка прошла. Вот она, у нее шерсть была чуть подлиннее. Как раз она не соответствует параметрам. И, как говорится, мы совершили благое дело. Мы ее благополучно, как говорится, бонетировали. То есть отбили. Ее больше нет в этой Атаре. Так что, как говорится, придирчивые зрители могут ее минусовать и не считать. А мы наблюдаем это шерсть великолепных животных, великолепных гисаров. И они абсолютно, как говорится, заслуживают нашего внимания. По крайней мере, мы так считаем. А кому-то, если не нравится, то, конечно же, могут отписаться. Мы, опять же, много раз говорили, что никого не призываем подписываться на нас. Если кому-то интересно, он так может смотреть. Лайки хотите, ставьте, хотите, не хотите. Не нравится, не ставьте. Вот опять, как говорится, мы не в погоне ни за какими подписчиками. И не в погоне ни за какими, как говорится, иными способами поощрения со стороны зрителей. Для нас важно то, что мы делаем отбор. Вот как раз понесли за угол эту овечку. И вот она уже готовится, как говорится, к тому, чтобы ее освежевали. Сам занимается этим шодмон. Он тоже такой же, как и абдурагмон. Мастер на все руки. Не зря называется это тахмарда. Вот так выглядит тушка. Шестимечной, ярочки. Нагулявший вес. Где-то здесь примерно 20 килограмм мяса. Чистого выхода. То есть, здесь уже все и очистили от всех, как говорится, внутренностей. И, как говорится, все это готовится на том, что имеет овца. Во-первых, расплавляется жир курдючный. А потом уже на вот этом жире, вот он обжарится. И потом уже здесь в первую очередь, конечно, жарится ливер. Это в ливер у нас что входит? Сердце, почки. Легкие, но легких здесь нет. Здесь легких нет. Вот печень, сердце и, как говорится, почки. Вот это наивкуснейшее. Буквально 3-4 минутки в таком кипящем жире. И это уже готово. К тому, чтобы подать. Вот мы сейчас ее это все. Извлекается это. Посыпается солью до этого предварительно. Больше никаких ингредиентов, никаких специй не нужно. Потому что это мясо само ароматизировано и пропитано свежестью и ароматом горных трав. Никаких приправ для этого не нужно. Это все экологически чистые продукты, которые на вкус, ну, вкус передать невозможно, честно говоря. Ни в одном ресторане, даже с мишленовскими звездами, вы не отведаете такого блюда только на стоянке у нашей Дахмарда. Можно попробовать такое угощение. И, кстати, вот к нам приезжают, когда в гости, обязательно, даже если они не овцеводы, а голубятники, например, то мы их везем к нашим чабанам, которые не применят обязательно любого гостя вот угостить таким великолепным яством, можно так сказать. Потому что на самом деле это не еда, это сплошное наслаждение. А здесь уже вот и мясо ягненка поспела, обжаренное, вкуснейшее, невозможно передать вам вкус. Так что, как говорится, можем только рассказать. И когда прибывают гости, перепадает кое-что, и, конечно же, собакам. А собакам перепадает голова, ноги, шкура и внутренности, которых, например, в пищу человеку не идут. И вот вы видите, что собаки тоже довольны. Вот так вот за чашкой зеленого чая, как говорится, мы ведем беседу о гесарских овцах. И вы видите, что ребятам, таким как Шадмон, есть о чем рассказать. И Гульмурод, потом еще Гульмурода сын пришел, маленький совсем, и присоединился к нам. Ну, и, конечно, ребята зарезали. Тут же есть бахчевые, как говорится, сады рядом. Бахча, так что мы поели и арбузики, и виноградики. Все это, как говорится, плоды гесара. Все в гесаре это произрастает. И гесар одна из самых плодороднейших долин Таджикистана. Здесь великолепные и яблоки есть, весной и ранним летом черешня. Виноград здесь замечательный. Ну, в общем, как говорится, благое место. И я желаю вам такого же барраката, какой имеют ребята из селения Сурдион и всей Гесарской долины. Шахринава, Ригара, Вахша, Дангары. Также много очень хороших овец в Фархаре. И на такой вот, как говорится, положительной ноте завершаем наш репортаж. Вот этот волкодав, который чавкает, но охраняет, продолжает охранять Татару. Еще раз мирного неба вам над головой, высокой травы под ногами ваших овец. И чтобы, как говорится, ровцеводство ваше было без потерь. И только в радость вам ушло все это. Удачи и еще раз барраката всем. Субтитры создавал DimaTorzok